так всем привет моим подписчикам случайным зрителям которые надеюсь тоже будет потом по моим подписчиками о чем сегодня хотел поговорить получилось у меня прививка на абрикос другого сорта ну за то что бирочка не поменял прошу прощения это сорт форалия форалия написано украинскую мову из украины с места маколаев и так черенки были мне присланы осенью одним хорошим человеком из херсона юрий кривовяз юрий спасибо вам большое за качественный посадочный материал потом немножечко уделю этому времени покажу в каком уже состоянии в каком развитии саженцы которые мне присылал так что касается прививки она делалась в середине апреля даже не середине в третьей декаде будем так говорить апреля когда уже более-менее стало тепло делалась прививка закорум классическая прививка ничего замудренного не было такого но выросла уже вот вот такая вот она полметра уже есть меня это радует значит все у нее хорошо здесь я же снимал изоленту первую обмотку я снимал потом повторно уже послабил замотал тречь лента и сверху хорошего качества очень простой белой изолентой обратным обратным будем так это обратной стороной чтобы не приклеиваться и сразу хорошо все снималось но не об этом и так что я хочу сделать сейчас с этим замечательным зеленым побегом мы видим что вы здесь у нас просто листики и вот начиная с середины чуть-чуть дальше видим вот только-только появился у нас такой пасыночек пошел видите понимаем то что в дальнейшем на следующий год у нас здесь уже будут образовываться цветочные почки но что мы можем сделать для того чтобы все это ускорить мы знаем что есть такой вид работы с зеленым побегами это панцировка но панцировка вообще-то всегда когда . роста именно почка вот так вот надламывается когда еще почкой и вот точку роста мы ограничиваем но я сделаю по-другому я обрежу вот так вот вот здесь над вот этим вот побежком смотрите 1 2 3 вот он 3 3 остановили точку роста для того чтобы они начали сильнее развиваться потому что все потом уйдет на периферию все потом уйдет на периферии и здесь будет когда потом уже она надумает нам заложить цветочные почки я думаю что из пазочных даже не думаю я уверен то что из пазочных почек помимо этих трех эти будут сильнее развиваться нос здесь у нас будет также прорастать другие победе то есть зону плодоношения мы ее снижаем вплоть до основания вот до основания ну второй здесь череночек так просто я смотрю для вида растет потому что посмотрим работится это дальше почка ли не проводится и что самое еще интересное за этот я точно знал что он на меня вот убирочку меня за то что он прижился а потом вдруг вот такой сюрприз оказывается вот здесь еще есть один прижившийся привой тоже самое фарада потому что я вместе здесь делал прививки вот тоже есть такой замечательный побег здесь верхушку что-то села уже не знаю что это было я здесь уже лишние веточки обрезал вот это я точно знаю делал что улучшенной окулировкой окупулировка вернее да не просто в приклад с разрезом 2 3 несказанно рад потому что такие моменты они очень радует на что хотел еще обратить внимание то что при уже не не по прививкам а то то что сейчас мы можем делать допустим при нормировании плодов вот много висит много здесь лишнего какую ошибку мы можем сделать если мы просто подтянем вот так отрывая ну это просто так получается у меня что я знаю какую сторону нужно тянуть мы можем вот след за черешком след за черешком потянуть кору кору на ветке если будем просто будем обрывать что мы делаем мы просто несколько раз проворачиваем раз и готово еще один проворачиваем раз и готово все так же самое когда я помню разговаривал в прошлом году с людьми о том что я занимаюсь садоводством и все они говорят вы пирсики умеете делать сбор я блюда умею ну а скажите как правильно делать я рыб плоды нужно прокручивать просто-напросто они говорят приезжайте к нам работать на уборку плодов потому что нужно очень качественно создавать люди не узнает не умеют желание есть заработать но нет желания сделать это правильно даже не желание знаний ведь нам нужны люди которые должны правильно все это делать поэтому вот сейчас видите вот висят вот они висят здесь несколько штук вот этот мы уберем уберем вот этот раз прокрутил и есть просто с подкруточкой вот еще сам маленький раз здесь уже сам отваливается здесь вот чуть-чуть крутнул один буквально оборот они же сами опадают вот поэтому вот та же сама здесь здесь конечно очень очень много вот эти здесь нам не нужны вот эти двойные те которые дальше на веточке они тоже вот так мы оставляем вот так мы вот столько мы оставим это будет более чем достаточно даже сама здесь прокрутили 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 здесь оставлю всего лишь один для эксперимента вот поэтому что касается саженцев от юрия кривовяза с херсонской области посадочный материал был очень качественный поэтому вот уже посаженные прошлом году это идет у нас яблоня сейчас найду старые декоста это идет сор декоста все здесь я уже лишние заложил яруса заложил яруса здесь сантиметров наверно 50 от уровня почвы почвы а здесь вот и вот смотрите вот сразу по свежему вот смотрите видите проглядел вот у нас идет бог а этот пошел вверх тот который вверх нам не нужен мы его обрежем с несколькими листиками вот так сейчас никак не могу вот так вот все смотрите прям онлайн оставим вот такой черешок с несколько листочками здесь она заложит цветочные почки все центрально остается и боковой ярус потом что будет отсюда отбивать потом уже будем смотреть груша аббат фетель все уже лишнее было все оборвано обратно же завожу яруса для того чтобы они были аббат фетель парижанка парижанка то же самое отличный посадочный материал слива и анбербанк иногда шутят гиан сбербанк вот она уже такая смотрите прирост идет прирост вообще сумасшедший отличный ну конечно мы тоже не сидим на месте и подкармливаем и вне корневую подкормочку давали и под корень рос концентратом и азотным и калийным уже поэтому когда хороший посадочный материал тогда все идет замечательно завлаживается все все отлично поэтому друзья спасибо что смотрели видео продолжаем учиться продолжаем совершенствоваться поэтому мира добра вашему дому до следующих видео до свидания